Китай является для Филиппин крупнейшим торговым партнером и важнейшим партнером в области развития. Стороны ведут плодотворное сотрудничество во всех областях. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И заявил президент Филиппин Фердинанд Маркус-младший. О том, как прошла встреча и о чем договорились стороны, расскажет моя коллега Альбина Абдурахманова. Она на связи с нашей студией из Китая. Альбина, здравствуй, пожалуйста, тебе слово. Здравствуй, Олег. В первую очередь стороны договорились повышать уровень сотрудничества и урегулировать проблему Южно-Китайского моря путем диалога и коммуникации. Президент Филиппин Фердинанд Маркус-младший выразил надежду на то, что стороны и впредь будут продвигать сотрудничество в различных сферах, а проблема Южно-Китайского моря, по его словам, не является определяющей двусторонних отношений и не должна становиться препятствием расширения связей. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И заявил, что китайско-филипинские отношения находятся в отправной точке. Китайская сторона выразила готовность углублять сотрудничество с филиппинской стороной, чтобы положить начало новому золотому веку и на данном этапе взаимодействовать с филиппинами в различных областях, в частности, это сельскохозяйство, энергетика, культурный обмен и так далее. В ходе своего визита глава МИД КНР также встретился с вице-президентом и министром иностранных дел Филиппин. Продолжая развивать двусторонние отношения, решили также Китай и Узбекистан. Состоялись онлайн-переговоры между председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Джан Шу и председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Стороны договорились наращивать межпарламентские связи, а также развивать отношения всестороннего стратегического партнерства. Ли Джан Шу и Танзила Нарбаева также отметили необходимость прилагать еще больше усилий для более тесного сопряжения стратегии развития двух стран. Китай выразил готовность вместе с Узбекистаном притворять жизнь инициативу по глобальной безопасности. Ну а сейчас новости экономики Китая. Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян сегодня в ходе конференции призвал представителей местных органов власти из пяти прибрежных регионов принять дополнительные меры, стимулирующие экономический рост. Представленные регионы, все экономические и производственные центры должны продолжать нести ответственность за содействие росту экономики, как отметил сам Ли Кэцян, обеспечение финансовой устойчивости Китая. Я напомню, что накануне Банк Китая опубликовал доклад, в котором говорилось, что экономика КНР уже во второй половине этого года продемонстрирует ускоренный рост, что должно произойти именно благодаря принятию ряда политических мер по стабилизации экономики страны. Сейчас бы мне хотелось рассказать о курсе юаня по отношению к другим валютам. Сегодня, исходя из обновленных данных Китайского центра валютных сделок, мы наблюдаем за тем, как центральный паритетный курс юаня к доллару укрепился на 103 базисных пункта до чуть более 6,7 юаней за доллар. Что касается курса юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны, то на сегодняшний день 7 юаней оценивается за евро, около 5 юаней за 100 иен, чуть более 8 юаней за фонд стерлингов, около 9,5 рублей равен 1 юаню. Что касается моната, на сегодняшний день 1 моната равен 3 юаням 94 джао. Торги на фондовых биржах Китая сегодня также завершились ростом котировок. Шанхай Композит, отражающий ситуацию на шанхайской фондовой бирже, составил 3360 тысяч целых 4 десяток пункта. Рост показателя оценивается на 0,27%. Что касается Шэньчжэнь Компонент, который является индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, то тут мы тоже наблюдаем повышение на 0,97% до 12 935,85 пункта. Что касается валютных резервов Китая, в состоянии на конец прошлого месяца, то есть июня, они составляли более 3 триллионов долларов. Сокращение валютных резервов по сравнению с майскими показателями оценивается в 56,5 миллиардов долларов. Олег, у меня, пожалуй, на этом все. Альбина, большое спасибо за подробную информацию. Альбина Абдурахманова из КНР рассказала об экономике и не только. Продолжение следует...